Здесь курятники, вот эта вся площадь курятника. Ильнур Ярулин с ужасом вспоминает утро 4 мая, когда в своем новом курятнике обнаружил полторы сотни мертвых птиц. Тех самых, что еще два дня до несчастья купил Лаишева. У Ильнуры были планы серьезно заняться птицеводством. В новое дело он вложил более 120 тысяч рублей. Первый раз все это начали, попробовали уже и вот так вот сразу. Первый блинком сразу для нас. Деньги на ветер. Как говорит предприниматель, сутки он пытался спасти остальные птицы. Это три сотни молодых курочек и уток, купленных в пестрецах. А когда понял, что с недугом справиться уже не в силах, обратился к ветеринарам. Оказалось, что домашнюю птицу в дербышках сгубил птичий гриб из Лаишева. В Лаишеву сказали, что вы купили, мы там вам возместим. Вот там на 15 тысяч мы там купили годовалых, по 100 рублей каждая курица стоила. 150 штук взяли. А то, что у вас остальные умерли, мы там возмещать ничего не будем. Только через сутки. После ЧП ветеринары на третью кленовую приезжают чуть ли не каждый день. Вот, например, сегодня приезжали для того, чтобы взять пробы грунта. А в минувшую субботу, чтобы обработать всю территорию, здание и транспорт специальным обеззараживающим препаратом. Повсюду можно обнаружить следы от этого препарата. Кроме дербышек, зараженная курица была продана еще в три района Татарстана. Ютазинский, Рыбнослободский и Нурладский. В общей сложности от птичьего гриппа в начале мая погибло 1045 голов птицы. Управление ветеринарии исключает, что продавая частникам на предприятии, таким образом избавлялись от инфицированных курей. Необходимо учитывать, что у нас диагноз поставлен 7 мая, подтвержден птичий грипп. До этого момента никто из специалистов и руководителей хозяйства не предполагали, что к ним пришла такая беда. Поэтому имел место падеж, но подозревали, что падеж был вызван другими причинами. Сегодня указом президента Татарстана на территории шести частных подворий и фермерских хозяйств введен карантин на 21 день. Именно такой у птичьего гриппа инкубационный период. В карантинную зону вокруг дома номер 90 по улице 3 Клиновая в Дербышках попали часть авиастроительного Новосариновского и Воскогорского районов. Здесь будет усилен ветеринарный контроль за той домашней птицей, что содержится в частном секторе. Вся домашняя птица будет привита. Кстати, 12 мая специалисты Института защиты животных установили, что причиной массовой гибели кур на птицефабрике Лаэшевской стал птичий грипп типа АН5Н8. Не опасный для здоровья человека. Продолжение следует...